Златоустовский государственный драматический театр готовится к 88 сезону. Служители театральной музы неустанно, с трепетом и любовью работают над его величеством словом. Словом, связующим в пространстве и во времени автора, актера и зрителя. Театр объединяет нас, зрители разных эпох и поколений, в едином стремлении найти смысл человеческой жизни. Здравствуйте. Начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Они играют нашу жизнь. А какие они в жизни? Сложные. Очень сложные. Ой, Господи. А потому что оттуда все. Оттуда. А если этого нет, то извините меня. А вот это вот, поэтому мы такие все. Больные, нервные. Смеемся. Так что вот так вот. Умереть как режиссер в актере. Создать ему роль, умереть, отдать ему, отойти. Но это индивидуальность. Борис Сергеевич. У меня прямо это, аритмия. А если люди такие, в том плане, что не такая высокая зарплата, будем так говорить, не такой, может быть, престижный город по их понятиям, да. Но для многих актеров, настоящих актеров, для них престиж города не столько значит, сколько значит сама творческая атмосфера в театре. Все, что не случится в жизни, все счастье. Все в копилку. Ну да, если это назвать деньгами, то я их люблю. К счастью, что такое? Найди себе работу по душе и будешь счастлив всю жизнь. Ну, во всяком случае, соседи мои меня знают, что я работаю в театре, что я артист. В нашем городе, конечно, сложно найти другой театр. Так что ухожу только в этот театр, каждый день. Такой режим работы, что когда мы приходим в 9 часов вечера, то уже друзья в 9 часов вечера занимаются своей семьей, детьми. И поэтому особо встречаться некогда. Только понедельник, выходной, сами понимаете, а у них рабочий день. В основном здесь, да, в театре. Поспать, в первую очередь, хорошо. Поесть. И все. И на работу. Здесь, как на фронте, день за три идет. Потому что, в общем-то, театр – это скол общества нашего. Такие процессы происходят в обществе. Здесь в 28 раз все обострение происходит. И фактически поэтому действительно проработать всю жизнь в театре – это надо совершить подвиг. Не все выдерживают. Субтитры создавал DimaTorzok Насколько вам удается сохранять актерский состав? Костяк, как таковой, за 10 лет с 1997 года в нашем театре остался. И он является ведущим, конечно. А остальные, кто приходит, естественно, вживаются в этот костяк. Далее идет творческий процесс присоединения, приобщения к общему делу. Это даже обновление крови, можно назвать так. Вот. Поэтому, конечно, в этом году так же, как и в прошлых годах, к нам пришли новые актеры. Екатерина Крыгина. Мне кажется, что в отрицательном характере больше таких разнопланов, разных частей. Да, он интереснее. Там можно найти что-то хорошее, можно найти что-то плохое. Значит, и Игорь Иголкин. Ну да, мне нравится смотреть спектакли. Мне интересно. Я учусь, процесс учебы происходит. И также приехала новая молодая пара Светлана Щербинина и Эдуард Щербинин. Мне партнерша говорит, хочешь, я тебя на работу устрою? Я говорю, журналистика для меня это пресная речушка, в которую даже не нырнешь. Если только колени испачкаешь. Я продолжу. А он говорит дальше, сцена, вот море. Но я хочу бушующий океан. Я хочу стать отважным великим Федором Конюхом в искусстве. Чтобы что-то зацепило, чтобы люди ушли после спектакля, задумавшись. И потом, через некоторое время, еще могли вспомнить, какие-то ощущения они вынесли со спектакля. И кайфа. Есть моменты такие, такого полета, такого кайфа, просто тебя прет. Вот. А-а-а. И все. Ну, и выкладываешься на сто процентов. И халтурить ты не можешь. Я испытываю вдохновение на сцене. Актеры у нас отдаются своей работе полностью на сто процентов. В любом театральном коллективе, тем более, если человек одарен талантом, он, конечно же, хочет получить главную роль, а затем признание и взять лидерство. Не должно быть ни королева, ни короля в трупе. Все должны быть, проходить все пути, массовки и главные роли. Художественная программа объединяет разных людей, совершенно абсолютно разных эгоцентристов, так называемых, и долго-долго держит, в общем-то, в интересном плену весь коллектив. В какое-то определенное время до меня дошло, что артистом-то быть, это ж можно все профессии пройти, пропустить через себя. Вот. И я думаю, это очень хорошая профессия. Я играю роль, роль играет меня. Вот и все. Это как бы сообщающие сосуды, это каждый актер имеет. На сцене мы проживаем много жизней, и когда иногда в жизни ругаешься с кем-то, ты человека, наверное, больше понимаешь. Здесь когда-то был поставлен спектакль «Фрюкин Юлия». Мы шли репетиции, вот уже прошла премьера. И я так себя ужасно чувствовала после этого спектакля. У меня было страшно, как говорят в театре, на таких ролях ломают зубы. И вот у меня было ощущение, что я сломала зубы. И я тогда себе так сказала. Вот я часть сезона доработаю, и мне надо очень серьезно задуматься в своей жизни, а не сменить ли профессию. Я как раз человек очень суеверный, люблю загадывать с числами, и особенно с книгами, и еще что-то так... Очень суеверный. И я пошла в книжный магазин, и я загадала на первую попавшуюся... Да, нет, не строчку, книгу. И мне попался с Мактуновский, у него есть замечательное произведение, «Быть». Так я осталась потом, и больше уже об этом не думала. Есть такая штука, берешься за новую работу, берешься за новую пьесу, там есть определенные фразочки такие, потом которые становятся крылатыми среди актеров, да? То есть, и как бы, ими бросаешься, просто в жизни начинаешь ими бросаться, не на сцене, а в жизни. Но потом, когда идет другая работа, они уходят, появляются другие. Из трех сестер Маша говорит, надо жить, надо жить, надо жить. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Вот и все. А моя крылатая фраза? Что здесь случилось в каждой роли? Засоряют мозги все. Фразы, штампы. Должны быть, мозги должны быть свободны, от фраз и от штампа. Потом фразы, они, это всегда громко, и они к чему-то обязывают. А иногда обязывают к тому, к чему, как-то, сто процентов они готов. Появится любимая фразочка. Вот нам, оказывается, за нее нужно судьбой отвечать, так что лучше не надо. Моя любимая фраза, я не серьезно, ладно скажу, в храме надо вести себя по-храмски. С 12 ночи я знаю, как сильно любят женщины. Мне вот она нравится. Потому что женщины любят сильно. Всех и все любят. Сильные женщины? Да. Общая фраза, наверное, она для меня святая. С Богом. Всегда, когда я приступаю к новой работе, всегда тоже говорю с Богом. Я ведь актриса. А актрисе рожать, потерять три года работы. Ну не рожай. Первый аборт опасная штука, да? Нет. Вот он ведь детей может не быть. Ой, а я так хочу детей. Да. Рожай. Я в театре вырос и хочу продолжать в нем жить. И хочу, чтобы дети мои тоже пошли. Да, очень хочу. Я просто мечтаю об этом. Мне кажется, актерские дети, они самые счастливые, потому что они от рождения присутствуют на спектаклях, у них складывается какое-то определенное уже внутреннее мировоззрение какое-то. Не ребенок, тексты подкидывает за место партнера дома, ну то есть взаимопонимание. В истории Омнибуса прослеживается лишь одна театральная династия, но зато существует множество династий зрительских, для которых, в общем-то, и создан театр. Конечно, задача, чтобы репертуар был и классический, и современный, и детский охваченный репертуар, и театральные уроки у нас. Наши театральные уроки, я считаю, что не воспитали ни одно поколение школьников, а просто жителей нашего города. Явится покой и благодать. Ведь чтоб спастись, не надо побежать из города дорогу и вораду. Менять не место надо нам, а грамм. Династии зрительские существуют. Потом школьники через 5-7-10 лет привозят своих уже детей на сказки, приходят сами. Это тоже отмечается критиками. Культура города зрительского у нас очень высокая. Отмечает любой критик из Москвы, который приезжает сюда. До перестройки труппа выезжала на летние гастроли, как бы сдавала экзамен за сезон. На это требовались огромные деньги. Везли с собой два вагона декораций для десятка спектаклей. Благодаря этому мастерство наших актеров оценили по всей России. А златоустовские зрители в это время могли познакомиться с театрами других городов. Шел хороший творческий обмен. Сейчас на это таких сумм нет, и мы понимаем, что же и не будет. Надо реально смотреть на вещи. И благо, что вдруг в 90-х годах возникло такое течение, которое сейчас очень бурно развивается и развелось. И это стабилизировалось. Такое понятие, как фестиваль. Мы же ездим на фестивали, и мы смотрим еще другие театры. Поэтому зрителем мы все равно являемся. Хочешь ты этого, не хочешь. Тем более, что это еще как бы своеобразная учеба. То есть поучиться чему-то у других, и чтобы другие что-то тоже получились, чем чему-то получились у нас. Я очень волнуюсь всегда за коллег, и даже больше, чем на сцене, когда сижу в зале и смотрю. И главное, чтобы это получилось, и я так же переживаю, как они. В 2000-й год мы вывезли два спектакля «Стринберг, Фрекен, Юлия» на «Малый сани» был поставлен мною. И второй спектакль «Дамская танго». И тут же везной 2001 года мы по приглашению Театра нации повезли спектакль Максима Горького, Васса Железнева, который был поставлен в 1998 году, где он получил гран-при. И 60-й спектакль гран-при получил как лучший спектакль. И за лучшую женскую роль получила Роза Ахмадулина. И вот с тех пор мы пять лет подряд ездили в Москву, потом «Чайку» повезли, Антон Павлович Чехову. Для всех этих поездок нужны деньги. Вот, допустим, в том году нас пригласили в Венгрию с тремя спектаклями. И мы, в общем-то, связаны. Приглашение у нас лежит на столе, что называется. Я думаю, что в этом году не получится, но приглашение мы обязательно это приняли. И в следующем году мы коллектив повезем туда в Венгрию. Я родился 28-го. Видите, две восьмерки. Два восемь. Вот. Сейчас восемьдесят восемь. Восемь мне помогает. У японцев фэншуй число восемь – это знак материального благополучия. И у меня чаще это ассоциируется, когда я вижу машину с тремя восьмерками. Когда я вижу машину с тремя восьмерками, я всегда сразу думаю, наверное, будут деньги. Ну, у меня просто три восьмерки. Я родился 18-го августа и 1983-го года, поэтому три восьмерки есть. Так что восьмерка, скорее всего, влияет, да. Дожить бы до такого возраста. Да черт его знает. Восемьдесят восемь, оно и есть восемьдесят восемь. Я не верю в магию числа. Это раз. То есть не существует для меня. А второе, ну, два года до юбилейного сезона. Это рутина, возведенная в степень просто. Для меня восьмерка просто – это рутина. Я боюсь. А у меня счастливое число восемь. Я в гороскопе когда-то прочитал, и на самом деле так и было. А как оно помогает? Я не знаю, как оно помогает. Я готовился к экзаменам, в девятом классе сдавал литературу. Вот. Пришел на экзамен и сказал, где тут у вас восьмой билет. Потом отсчитал восемь билетов, вытянул восьмой билет. Получил пять. Ну, я жду от нового сезона, что получу достойную роль. И еще это сыграю ее. Достойно, так сказать, чтобы понравиться зрителям. Ну, я сразу почему-то так перевернула. Две бесконечности получилось, да? Ну, симпатичное число. Четыре кружочка таких. Если перевернуть, то же самое получается. Нормальное число. А что оно означает? Восемьдесят восемь. Ну и восемьдесят. Златоустин. И хорошо. По произведениям Константина Скворцова я готовлю сценическую композицию под жанром театрального урока на большой сцене Иван Златоустин. 13 октября мы открывали восемьдесят восемь-восьмой год. Самая генеральная пьеса Мольера – это пьеса Тортюф. Который стомат и concentrated на основе хорооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Редактор субтитров А.Семкин